Я расскажу как раз про те самые артефакты, которые уже упоминались сегодня неоднократно. Я попытаюсь рассказать об этом быстро, но тема очень большая, поэтому будет так несколько сжато. Если останется вопрос, лучше потом задать их после. Немножко о себе. Я выпускник физтеха, грандмастер Кегла, соавтор курса «Как выигрывать соревнования по машинному обучению» и работа машин-ленинг-разработчиком в Джуме. Это должно быть достаточно, чтобы убедить вас, что я, наверное, что-то могу и есть чем поделиться. Почему вообще я рассказываю про артефакты? Ну, исходно, когда мы готовили доклады, звучало ряд вопросов, которые хотелось бы ответить. И звучали вопросы, связанные про то, как организовать методологу экспериментов с данными, и нужно ли воспроизводить модель, и как ее добиваться, и вообще зачем она нужна. Я попытаюсь ответить на эти вопросы, и первое, что надо вести, это вообще понять, что такое артефакт. Я утверждаю, что эксперименты и модели, которые мы получаем, это результат некоторых пайпланов, которые принимают на вход нечто, применяют некоторый код, некоторую функцию и получают результат. И вот этот результат — это некий бинарный уникальный объект, который я буду назвать артефактом. Вокруг него все будет, собственно, строиться. Что требуется от этих самых артефактов? Ну, в первую очередь, требуется сравнивать. Нужно понимать, чем один артефакт отличается от другого. Вот самый простой пример — это вы обучили две версии модели, стало лучше. Хочется понять, почему, что же изменилось. Нужно сравнить два артефакта, понять, чем один артефакт отличается от второго. Это как бы самый главный вопрос. Второе — это, собственно, непосредственно воспроизводимость. Если, например, вы пишете статью и получаете какой-то результат, очень важно уметь его повторить. Очень важно получить прям такой же артефакт. Кроме этого, зачастую хочется проверить гипотезу, а будет ли лучше, если я поменяю один компонент. И очень важно поменять именно один компонент. Не переписать модель заново, сделав примерно так же и добавив что-то. А поменять примерно один компонент. Поэтому это воспроизведение плюс добавление чего-то нового. Случаи, которые ближе к продакшену — это ответы на вопросы, от чего зависит артефакт. И если, например, у нас был баг в коде, затрагивает ли он этот артефакт? То есть нужно уметь посмотреть всю цепочку, как объект был порожден, и понять, влияло ли наше изменение в прошлом на конкретно вот этот бинарный объект. Потому что, возможно, из-за нашего бага нужно весь pipeline менять, все переобучать заново. Собственно, на самом деле, примерно это требуется от артефактов. Артефакты, как правило, собираются некоторым направленным ацикличным графом, дагом, который описывается на зависимости, что от чего зависит, в каком порядке должно собираться. Вот, как я нарисовал такой гипотетический пример, как обычно собирается моделька, собираются метрики и предикты, для которых фиксировано множество. И если, например, мы собираемся посчитать метрики, то нам нужно из всех данных посчитать трейнсет, валидейшн. Я сверху там написал коммиты, вернее, коммиты, хэши от данных. Считаю, что вот у нас есть конъектно-бинарный объект, он прям вполне конкретный, у него есть какой-то конкретный хэш. Заверенную встречку за счет применения некоторой функции, применения некоторого кода. После него мы применим другой хэш, и, соответственно, мы можем проследить всю цепочку. И вот эта самая идея о том, что нужно постоянно запоминать, что было на входе, что на выходе, и что мы ожидаем получить, она как бы ключевая во всем этом деле. Если мы хотим воспроизвести те же самые метрики с таким же хэшом, то нужно убедиться, что на каждом этапе вся логика сохранялась. Соответственно, требования к пайплайнам. Пайплайн должен быть описан в текстовом виде или кодом, потому что он должен быть сравниваемым. Мы должны сравнить один в виду с другом. Если он написан в каком-то, не знаю, там, условном экселе, который мы не можем сравнить, не можем посмотреть. GIF — это несколько сложно. Второе важное свойство, которое, на самом деле, прям ключевое и с чего обычно все начинается, что пайплайн должен быть автоматизированным. Он должен запускаться одной кнопкой, и не должно быть никакого ручного вмешательства. Если это параграфы в ноутбуке, которые вы запускаете сами руками, представляя их местами, это не пайплайн. Если это файли, которые вы обучили модельку, поменяли, перенимали, посунули в другой скрипт, запустили руками с консоли, это тоже не пайплайн. Это те вещи, которые обязательно развалятся, которые вы где-нибудь потеряете, забудете, запустили не так, и у вас ничего не получится. Поэтому самый первый шаг всегда — это доводить до того, что у вас есть некоторый один скрипт, рецепт, который вы запускаете, и он делает все, что вам нужно. Пока его нет, то никакого пайплайна вообще тоже нет. Вам обязательно в пайплайне нужно будет зафиксировать ряд параметров. Первый — это, конечно же, код. Фиксируется с помощью какой-нибудь системы контроля версии. Как правило, это git. Параметры, с которыми код запускается, их нужно либо зашивать в код, прям корректный коммит, либо писать в том скрипте, который все это запускает, либо писать рядом в файлике. Ключевая мысль здесь в том, что не нужно задавать параметры руками. Как только вы запускаете что-то руками, вы точно это забудете, потеряете, не сможете воспроизвести. Входы. То, что принимает ваш пайплайн на вход, должно либо все время проверяться, считаться от этого, например, ND5-хэш, либо, это второй совет, никогда не перезаписывай ваши артефакты. Если вы что-то используете, например, генерите новую версию датасета или новую версию модели, давайте какое-то уникальное имя и никогда не переиспользуйте его. Тогда у вас не будет шанса под тем же именем встретить другую модель, другой датасет, который вы сгенерили следующим шагом. Рандом. Да, очень часто в пайплайнах, связанных с машинным обучением, есть некоторый рандом, какое-нибудь сэмплирование, гиперпараметры, а рандом внутри обучения моделей, его весь нужно фиксировать. Всегда фиксировать седы, уносить их в параметры, вообще как-то делать, чтобы у вас запуск одного и того же кода поражал одну и ту же модель. И то, что обычно забывают, это окружение. Вообще говоря, если мы хотим добиться воспроизводимости, то нужно запоминать, какие версии библиотек, драйверов и описанной системы использовались, чтобы не напороться на то, что разные версии библиотек подрождают немножко разные результаты. Есть байк, одна большая компания однажды очень долго дебажила код и не могла понять, почему модель в 90 работать хуже. Оказалось, что одна опенсорственная библиотека решила при переходе версии параметр C, при регулиризации, заменить на 1-C. И в итоге вроде код не поменялся, а модель получается другая и работать хуже. Поэтому довольно важно трекать эти вещи. Хотя, если вы запускаете на одной машине, это, наверное, не так принципиально. Вообще говоря, когда мы говорим про окружение, нужно еще для полноты картины учитывать, на каком железе это запускается, но предполагается, что это уже все-таки некто эверкил и не требуется. Но вообще, все это нужно для того, чтобы была возможность воспроизвести то, что у вас было раньше. То есть все это окружение вокруг этого. И, в общем-то, если посмотреть на список того, что нужно зафиксировать, то, в общем-то, понятно, что многое из этих покрывается докером. Если мы на каждый артефакт будем делать свой контейнер, который включает в себе и код, и параметры, он включает в себе все окружение, ну, только вход надо будет как посчитать у него хэши, то, в принципе, это решает всю проблему. У нас есть артефакт и есть докер, который он непосредственно получен. Все, победа. Мы запускаем каждый раз докер, получаем тот же самый артефакт. Все, казалось бы, хорошо. Кроме того, что это некто эверкил. Особенно если, например, мы делаем перебор параметров у модельки, и каждый раз на каждый набор параметров поражать свой докер, хранить его где-то, это несколько больно. Поэтому дальше мы будем обсуждать, как это можно немножко обходить. А, да, антипример. Когда вот все эти практики, которые я говорил, нарушаются. Это скриншоты из моего кода, который примерно трехгодичной давности. Вот есть финальные садмиты. Одни из них хочется восстановить. Вот, глядя на название, абсолютно не возможно понять, что это за садмит и как он был получен. Хорошо, я же как умный человек, я все хранил в коде. Оп, извиняюсь. Код у меня был в виде джипайтера ноутбуков, который тоже назывался как-то не очень понятно. Там все, конечно же, перемешано. И к какой версии относился конкретный садмит, я тоже не понимаю. Уже сейчас, спустя три года. Кроме того, были модельки, но на самом деле модельки я взял не из этого соревнования, потому что не остались, я взял другие из другой папки. Но, в общем-то, глядя на название этой модели, абсолютно невозможно понять, чем именно она была порождена. И как ее воспроизводить, тоже непонятно. Например, UNET, Uncropped. Хорошо, там есть AUG hard. А что такое hard? Наверное, где-то был middle, наверное, где-то был какой-нибудь там light. И человек, который это непосредственно пишет, он это понимает. И вот самое важное понимать, что спустя там несколько недель вы это все забудете. Если оно не забито в коде гвоздями, это точно все потеряется. Поэтому на Kaggle обычное воспроизводение решения это прям большая боль, если ничему не следовать хорошим практикам. Второго вопрос, который я так кратко упомяну, что когда мы артефакт уже как-то собрали, он нужно где-то хранить. Вот это вопрос, на самом деле, открытый. Основной понятие здесь в том, что хранить нужно как сам артефакт, так и мета информации, как он был получен. И хранить можно, собственно, локально. Два самых популярных способа — это в Git, Git LFS, либо в S3, либо в любой другой ол, в какой-то вы пользуетесь. Я, в общем-то, рекомендую, что если вы делаете один для себя какой-то эксперимент, то это все хранить локально. Если команда, то где-то в S3. Обязательно какая-нибудь облачная штука. И важный момент, что если вам нужен access control, то есть понимать жизненный цикл артефакта, кто к нему имеет доступ, чтобы когда его запрашивает и где он используется, то здесь нужно либо свой велосипед писать, либо используется, например, готовым killtom, если у вас какие-то не очень большие дата-сеты. Коротко то, о чем я примерно говорил, что весь код обязательно нужно держать под систему контроля версии, что pipeline обязательно нужно запускаться одной кнопкой, все параметры зафиксированы, никакого ручного ввода. Хорошая практика, что артефакты и данные никогда не перезаписывать, все время создавать новые с уникальными именами. На всякий случай считать MD5 хэши от того, что вы получаете на вход, фиксировать весь рандом, экспортируя данные об окружении и всегда рядом с артефактом хранить информацию о том, как он был получен. Я приведу один пример, что когда у вас, значит, пример такой типичный небольшой проектик, есть данные исходные, совсем исходные, они статичные, они не меняются никогда. Есть дата-сеты, которые мы из этих данных собираем. Они, собственно, могут быть изменяем, дата-сеты могут быть множество версий. Вычисления выполняются в рамках одной машины, это тоже довольно важно, то есть не в смысле прям одной физической машины, что все дата-сеты приходят и приходят на одной машине, в смысле, что она помещается, это нераспределенная система. И разработчиков несколько, соответственно, между ними должен шариться код, шарятся дата-сеты и результаты. Соответственно, код обязательно как-то версионируется, что считаем хэши от того, что на входе и на выходе, что параметры все зашиваем, также пишем мета-информацию, причем мета-информацию мы пишем, например, в ГИТе, а сам артефакт мы можем идти куда-нибудь на S3, чтобы он был доступен другим разработчикам. И нужно находить некоторую информацию про окружение. И, в общем-то, на самом деле, многое из этого покрывается утилита, известная как DataVersionControl, DWC. Она, собственно, выполняет ровно эти шаги. И если посмотреть кусочек того дага, который я рисовал в самом начале, как мы из сырых данных получаем разбивку на трейнсет, то на самом деле DataVersionControl делает ровно те шаги, которые я примерно писал. То есть вычисляется хэш от того кода, который запускается, хэш от входных данных, в данном случае от rowdata, вычисляется хэш от того, что должно получиться, и это что-то уносится в облако, в данном случае в S3. Поэтому для каких-то небольших проектов это вполне себе хороший инструмент. Если это инструмент, который работает всегда, вот так, чтобы жук-жук, и все готово, ну, нет, по крайней мере, я его не знаю, и все зависит сильно от масштаба. Но для небольших проектов, небольших-средних, ближе всего к этому как раз, на мой взгляд, DataVersionControl. Если я такой вот DataScientist, который не умею или не хочу писать код вне Jupyter ноутбуков, вот что мне делать? Ответ, в таком случае надо использовать PaperMeal, который позволяет ноутбуки параметризовать, превратив их в скрипты. И важный момент, что, а может вообще кому нужна эта воспроизводимость? Ну, нету и нету, ладно, я все помню. Вот нет, сейчас вы помните, потом нет, а рано или поздно обязательно на это наступите. Если у вас большой продакшн, вы на это обязательно наступите. Если у вас какая-то небольшая команда, вы наступите чуть позже, может быть не так больно, но тоже наступите. Поэтому задуматься об этом хотя бы в каком-то виде надо. Ну, все. Спасибо. Привет, Миша. Привет. У меня такой маленький вопрос. Знаешь ли ты инструмент по Cookie Cuter Data Science? Это подход к проектной структуре, что у нас схема папочек, дерево. Пробовал, нет? Я про него читал, я его видел, и насколько я понимаю, там как раз очень похожая концепция с тем, чтобы разбить проект на несколько стадий, в каждой стадии иметь уникальный нейминг, и в каждой стадии ты имеешь примерно по одному ортефакту с уникальным именем. То есть там исходные данные, есть там процессенные данные, есть там готовые данные, есть фичи, есть моделька. То есть они как бы частично решают проблему тем, что принудительно заставляют тебя разбивать проект на такие логические части. Окей, но у меня вопрос чуть шире. Что является атомарной операцией в данном случае? То есть какое изменение кода должно порождать изменение модели, ее сохранение и так далее? Не будем же мы сохранять после каждого изменения строчки, проводить весь пайплайн, сохранять модель? Где вот… Ну а если мы долго не будем это делать, мы потеряем какой-то промежуточный результат? Ну еще раз, то, о чем я рассказывал, оно о воспроизводстве конкретного артефакта. То есть когда ты запускаешь код, который должен породить некоторую модель, вот в этот момент нужно сохранить. То, что ты промежуточный данный делаешь, отправишь по одной строчке, что ты запускаешь, как бы это окей, твое дело. Главное, что получая финальный артефакт, ты должен сделать эту операцию. Окей, ладно, спасибо. Следующий вопрос. Ага. Ага. Да, Миша, привет. Очень интересный доклад. А вот не слышал ли ты о такой библиотеке MLFlow? Вдруг у тебя был с ней опыт какой-то? Как она вообще? Она довольно сейчас стала такой… взлетела, стала вроде бы как популярной. Ну, она стала вроде популярной, потому что я про нее что-то слышал, но я ее не использовал, поэтому не знаю. Спасибо. Правило, ограничение всякого рода библиотек в этом есть связано с тем, что они все специфичны для какого-то своего масштаба. То есть то, что работает хорошо в рамках одной машины, там, например, может очень плохо работать в случае продакшена, где все распределенное, там, льется через MapReduce. То есть там принципы-то примерно одни и те же, а реализации очень сильно отличаются. Ну, она скорее вот второго типа. Ну, я на нее не смотрел, поэтому не могу поспорить. Еще вопросы? Из этой части зала. Все уже стесняются? Come on. Нет, здесь есть вопросы. Здравствуйте. Спасибо. А подскажите, есть какие-нибудь примеры библиотек типа коллаб гугла, где можно откатиться на любое время, на любую версию? Ну, вообще говоря, если вы все храните условным гития, то вы всегда можете откатиться на любую версию, на любое время. Вот проблема в том, как только у вас получается какая-то гетерогенная среда, в которой у вас здесь не только код, а еще данные, еще какие-то внешние зависимости, и там уже важно следить за тем, что именно у вас подается на вход и какие версии это имеет. Вот если у вас все описано просто кодом, у вас есть один исходный файлик, и дальше некоторые выстроенные конструкции, то вам отпадет на логита. И у нас есть время еще на один вопрос. Окей. Если у матросов нет вопросов, то тогда еще раз поблагодарим Мишу. Спасибо.